Всем привет! С вами снова Илья. Это обзор прогноз по рынку криптовалют на сегодня на 24 февраля. Давайте для начала посмотрим, чем рынок отметился за последние 24 часа. Биткоин теряет у нас около 5%. Все остальные альткоины из топ-20, они также теряют в пределах 5-10%. Выделяется разве что эфир классик, который на этом падающем рынке умудряется расти и прибавляет он около 5%. А если брать последние несколько дней, то наверное даже около 15%. Давайте посмотрим на конкретные монеты. По традиции начинаем мы с биткоина. Биткоин продолжает свою коррекцию. Говорил я о вероятности сбития стопов, не только которые находятся чуть ниже этого уровня, но и ниже вот этого уровня. То есть это отметки где-то 9400. Сейчас биткоин торгуется прямиком у этих отметок и что по нему можно сказать. Сторонники классического такого технического анализа, безусловно, здесь заметили фигуру голова и плечи, которая была пробита где-то на 10250. И, соответственно, высота ее отработки где-то 1400 долларов. Ну, в общем, отметки, до которых цена может дойти, если использовать такой классический подход в технике, это примерно 8600, наверное, 8700 долларов. То есть вот это вот такой диапазон ее отработки. Но, как я уже часто говорю, классический технический анализ, в том числе и фигуры графического анализа, они отрабатываются, ну, не более чем там в 50 примерно процентов случаев, поэтому на это я бы особо не рассчитывал. Что касается такой более объективной ситуации, сейчас у нас цена находится, во-первых, возле сильного уровня, во-вторых, она за две попытки не смогла пройти 10500. Это, в целом, конечно, является негативным знаком, поэтому, если вы позиции набрали вот в этом вот диапазоне 10, там 10400, то, безусловно, вам нужно выставлять стоп-лосс чуть ниже 9300, где-то 9250, чтобы здесь минимизировать убытки. Потому что, если цена вот этот вот сильный уровень пробивает, то, в принципе, у нее, ну, ее падение ничего особо не сдерживает, кроме там вот отметок, как я уже назвал, 8700, наверное, 8600, ну, и вот здесь 8400. То есть, в общем, горизонт падения здесь довольно большой. Что касается моего предположения относительно дальнейшей динамики цены, я думаю, что за, там, сегодняшний, там, остаток дня и за завтрашний день здесь все-таки волатильность не будет такой высокой, даже несмотря на тонкий рынок. Я думаю, мы должны остаться вот в этом вот ценовом коридоре и уже, наверное, ближе к понедельнику, вторнику, будет ясно и понятно, куда у нас нацелилась цена. Поэтому, в любом случае, если вы покупали уже в этом ценовом коридоре, то стоп-лосс нужно выставлять, там, на 8250. Если вы только планируете сделки совершать, то есть, до этого никакие сделки не открывали, возможно, логично будет открыть по рыночным ценам с таким же стоп-лоссом, но это, вы должны понимать, что это сделки также со сравнимым уровнем риска по поводу общей всех покупок. Потому что тенденция, ну, по крайней мере, по моей методологии, ее определение, сейчас уже восходящее нарушается, вот, в связи с этими скользящими средними. Поэтому, так уж хорошо сейчас логи не выглядят, как они выглядели, скажем, вот на этом падении и отметок возле 10 тысяч. Но, тем не менее, они актуальны. Более того, если вы какие-то среднесрочные или долгосрочные сделки берете, то сейчас цена, она, по крайней мере, намного лучше, чем 11600, по которым большинство здесь готовы были данную криптовалюту брать. Итак, ну, это, наверное, все по биткоину. То есть, еще раз подытожим кратко. Если сейчас вы уже позицию набрали, вам, безусловно, нужно выставлять ограничения по убыткам. Если у вас там терминал такой функции не поддерживает, то вам нужно следить за рынком и в любом случае закрываться где-то на 9250, чтобы максимально застраховаться от возможного падения. Более того, там и фигура вот эта вот классическая, и уровень, поэтому, как бы, диапазон падения довольно широкий. Если у вас еще сделок нет, то здесь, если вы все-таки более консервативный подход используете, то здесь, наверное, лучше ничего не делать. Если вы готовы, в принципе, имеете высокую, там, толерантность к риску, то покупка по рыночным ценам выглядит неплохо с тем же стоп-лоссом. Ну, и потом такое ограничение по прибыли. Это, там, первая 10400, вторая, там, 11600. Ну, и совсем долгосрочная сделка. Я ее называл до этого где-то 12800 долларов. Перейдем дальше. Это эфир. Эфир, ну, в принципе, с прошлого прогноза ничего особо не поменялось. Рынок вел себя довольно спокойно. Более того, приблизительно на тех же котировках мы остались. Эфир, как, в принципе, ожидалось, показывал слабую восходящую тенденцию. Сейчас уже перешел в нисходящую. Учитывая, ну, вот, эту общую его слабость, я бы сейчас с эфиром также ничего не делал. Здесь у него, там, ближайший уровень поддержки, там, 770. Возле 770 можно чего-то придумывать. Сейчас, когда цена 820, то есть, по сути, это и для шортов цена неподходящая, потому что здесь, там, ближайшие шорты, это где-то 860. Это и для позиций на покупку также цена не особо подходящая, потому что здесь мы еще можем и снизиться, там, до 770 и ниже, и тенденция у нас нисходящая. То есть, по факту, ни сделок на продажу, ни сделок на покупку здесь, наверное, совершать не имеет никакого смысла. Поэтому, если у вас по эфиру сделок активных нет, их открывать также не стоит. Единственное, что можно здесь попробовать сделать, это, там, ну, вот, как я уже сказал, продажа от 866. Эта сделка будет по такому вот краткосрочному тренду. Далее, Tron. Лучшая криптовалюта из ныне существующих. Показывает у нас сейчас продолжение нисходящей тенденции. Цена около 400 подходила для покупок. В принципе, цена отработалась, выросла, там, где-то до 450 поднялась. Но вот эти вот, так скажем, остатки былой мощи, они, наверное, ну, уже все слабее и слабее себя проявляют. Поэтому я думаю, что Tron уже близок к тому, чтобы пробить уровень 400. То есть, обратите внимание, как цена там взаимодействовала с этой ценовой отметкой. То есть, сначала она от нее отбивалась очень сильно, после этого уже послабее, после этого там еще слабее. Вот здесь какие-то проблески были там восходящего движения. И сейчас совсем слабо. Поэтому налицо ситуация, когда этот уровень цена поджимает. И если Tron уходит ниже 400, то, по сути, его ждет довольно глобальное падение. Поэтому, если у вас по Tron у сделок нет, единственное, что вы можете сейчас сделать, это купить там по 400 ровно, но опять же с потенциалом небольшим, около 10-15%. Если у вас Tron есть, то аналогично нужно выставить стоп-лосс, как бы ни хотелось там терять, особенно для тех, кто покупал там возле 1000 или даже 2000 в Сатоши. Здесь придется выставлять стоп-лосс ниже 400, потому что это, по сути, последний, наверное, оплот. Ну, последний оплот, не знаю, быков-то здесь уже, наверное, давно нет в Tron. Последний оплот кого? Ну, хотя бы какой-то надежды на восстановление этой криптовалюты. Ну вот, это что касается нее. Далее мы переходим к Ripple. Ripple так и не смог, очевидно, даже приблизиться теперь уже к уровню 1.18. Упал. У нас здесь есть уровень, которого он коснулся, это 0.85. И в целом взаимодействие с ним некое есть. Но опять же, тенденция здесь нисходящая, поэтому покупать бы я даже от этого уровня не стал. Более того, я довольно много ошибок там и по Ripple совершал, и по многим криптовалютам, когда игнорировал очевидные нисходящие тренды. Сейчас также нисходящий тренд по Ripple, поэтому я бы все-таки не стал здесь каких-то попыток предпринимать, в него зайти, добавиться там или что-то еще придумать. Потому что я там покупал по довольно высоким ценам, там все добавлялся, добавлялся, усреднялся. В итоге лучше там, что мне удалось сделать, там это, по-моему, выйти по 1.5 в свое время, потом по 0.99. Ну и в общем сейчас, если там с той же надеждой покупать, то я думаю, что ничем хорошим это не закончится. И здесь, наверное, в общем, сделок совершать не стоит. Как бы, безусловно, это чуть скучнее, чем постоянные какие-то сделки, что-то видно, но в данном случае просто по Ripple нисходящая тенденция. Аналогичная ситуация там по Seacoin, я сейчас покажу. И по ETH тоже. Поэтому лучше, наверное, сделок сейчас не совершать, чем совершать их и нести некоторые убытки. Далее у нас Litecoin. Litecoin также снизился аккуратно, аккуратно до уровня моих покупок. Это просто сделка ювелирная. По 183 у меня стоял ордер. В Telegram я его отписывал. По 183 у меня аккуратно ордер задело. И цена, собственно говоря, ушла. Сейчас я пока по Litecoin сделку эту планирую сохранить. То есть я, скорее всего, выставлю сейчас 100% на безубыток и ее оставлю. Но все-таки, если у вас сейчас сделок по Lite нет, сейчас здесь ситуация немногим лучше, чем в целом по остальному рынку, я думаю, что мы еще раз взаимодействие с уровнем 183 покажем. Поэтому по 183 можно здесь ордер поставить в надежде на покупку, там на небольшой профит, где-то 15, возможно 20%. Это будет смотреться сделка хорошо. Ну и следующий уровень поддержки у него это 164. То есть 164 это тоже уровень, который, наверное, для покупок здесь подойдет. Ну и потенциал по прибыли я бы сохранял, в принципе, разумный. Также не больше, чем по 212. Я бы уже, наверное, все фиксировал. Далее это ETH Classic. ETH Classic сильнее всего рынка сейчас выглядит. Безусловно, здесь я уже покупать не рекомендовал. Я все-таки предлагал ожидать там падения хотя бы до 35. Или в Телеграме я, по-моему, отписывал 31.600 с чем-то. То есть это цена, по которой я в рамках публичных сделок ее добирал. Также я здесь ETH буду держать. Возможно, сейчас при достижении там уровня 38 повторного я буду уже часть закрывать от ETH Classic. А вы, если вы сделки не открыли в рамках этой монеты, то, наверное, также уровень 31.6. Я думаю, что мы повторно сейчас увидим снижение к этому уровню. И по нему можно взять. Ну и далее уровни у меня расставлены. Я их никогда не удаляю. Это те ценовые отметки, с которыми ETH Classic может показать некое взаимодействие. Ну а так в целом ETH Classic, несмотря на то, что сейчас восходящую тенденцию показывает, все-таки, наверное, долгосрочно, ну даже не долгосрочно, а среднесрочно он перекуплен. И дальнейшее снижение биткоина он уже, наверное, выдержать не сможет. То есть его там быки закидывали раз на падающем рынке, два на падающем рынке. На третий раз уже силы быков может не хватить. Поэтому сейчас, если вы там хотите жутко зайти в ETH Classic, то, безусловно, выбирайте самое главное хорошие цены. Сейчас цена плохая. Она высокая, она дает вам небольшие потенциалы для прибыли. И довольно большой стоп-лосс вам здесь нужно выставлять. Поэтому не актуально. Далее перейдем. Это Waves. Это криптовалюта, которую просили разобрать в комментариях. Просили разобрать три криптовалюты. Это Waves, Stellar и Seacoin. Каждую, собственно говоря, разбираем. Начнем мы, наверное, с Waves. Интересно здесь возникает ситуация. То есть, во-первых, мы находимся сейчас у очень сильного уровня. То есть 6500. Даже, наверное, не сам уровень мне интересен, неинтересен. Наверное, вот эта вот зона, возле которой сейчас находится данная монета. То есть, мы видим, что эта зона очень хорошей поддержкой выступает. И сейчас там был довольно сильный отбой. Поэтому, в принципе, по этим ценовым отметкам здесь покупки довольно неплохо смотрятся. Опять же, с небольшим стоп-лоссом. Но и потенциал по прибыли здесь не такой большой. Это, напоминаю, Waves к биткоину. Поэтому учитывайте, что все это дело в Сатоши. 7500 в Сатоши. Здесь неплохие отметки для того, чтобы выйти. И соотношение прибыли к рискам здесь будет очень и очень хорошее. Я бы уже не рассчитывал на повторение там 8000 или, возможно, даже выше. Но вот этот вот уровень, он довольно сильный. И для выхода он подходит неплохо. Далее это Stellar. Stellar. Чем хорош Stellar? Тем же самым. Очень сильная зона поддержки сейчас у него, у которой он остановился. Поэтому здесь это дает возможность зайти по нижней границе вот этого ценового канала глобального. И, собственно говоря, купить. Вот я вам две цели отметил. То есть, первая цель там 4300. Вторая цель там 4980. Но обязательно нужно выставлять стоп-лосс. Потому что если этот уровень не устоит, то падение будет очень и очень глобальное. К этому нужно быть готовым. И ни в коем случае без ограничения по убыткам в эту сделку не залазить. Далее Seacoin. Очень просили разобрать. Но здесь разбирать особо нечего. Тенденция нисходящая. Я думаю, что ситуация в целом копирует там криптовалюту Tron. Да. Ну, кроме того, что Seacoin все-таки не ракета как Tron. Но ситуация практически идентичная. То есть, нисходящая тенденция признаков разворота никаких не наблюдается. Цепляться сейчас за какие-то уровни я смысла не вижу. Потому что здесь сброс идет довольно планомерный. То есть, это знаете, не просто там резко сбросили какой-то V-образный разворот там наблюдается. А спокойно, планомерно идет падение без объемов. Это может говорить о том, что такое падение может уйти еще намного, ну, намного-намного ниже. Поэтому каких-то сделок здесь открывать я бы не стал. Если у вас Seacoin есть, ну, безусловно, во-первых, плохие новости. Во-вторых, здесь, не знаю, просто даже зацепиться не за что. Если вы там планируете просто холд, то, соответственно, мое мнение как-то никак на вас не повлияет. Вы дальше будете холд по Seacoin удержать. Холд сохранять. А то будет тавтология. Сохранять холд по данной криптовалюте. Если вы планируете какие-то краткосрочные сделки, сейчас их нет здесь. Ну, вот так. То есть, прошлое видео, по-моему, было там. Я одну из криптовалют тоже разбирал. Она в такой же тенденции находилась. То есть, точно так же спускалась. И сказали мне, то есть, вот ты не рекомендуешь, значит, эту криптовалюту. А когда она вырастет, ну, порекомендуешь. Но обратите внимание, ну, учитывая, что она там находилась и сейчас находится на очень низких зонах. И сейчас еще больше упала. Не все, как бы, сводится к тому, чтобы поймать очень низкую цену. Это, как бы, вторая, знаете, второй уровень мышления начинающего трейдера. То есть, как правило, первый уровень мышления начинающего трейдера. Это вот, все растет, я это куплю. Второй уровень мышления начинающего трейдера. Начинается все, что сильно упало, я все куплю. И, как бы, и то, и то, это ошибочные довольно предубеждения. Поэтому и то, и то может вам очень дорого стоить. Несмотря на то, что первый уровень намного хуже, да. То есть, вы в мусоре по высокой цене. Второй уровень вы в мусоре по низкой цене. Но и то, и то остается мусором. Безусловно, во втором случае вы потеряете меньше, но вы все равно рискуете потерять. Поэтому, самое главное здесь, это, ну, не поддаваться вот этому соблазну низкой цены и залазить в эти монеты. Я думаю, многие из вас с этой ситуацией сталкивались и со мной согласятся. Когда, казалось бы, вот оно дно, куплю, а там, бац, криптовалюта, то дальше и не хочет восстанавливаться. Ну, тот же трон, да, мой любимый. Итак, у меня, наверное, на этом все. Я напоминаю вам, что рынок криптовалют является рынком с высокими рисками. Ни в коем случае сюда не инвестируйте то, что вы не готовы потерять. Я напоминаю вам, что любой анализ, в том числе мой, технически имеет вероятность от 60 до 70%. Поэтому всегда оставляйте несколько альтернативных точек зрения и принимайте решения самостоятельно. А я с вами прощаюсь и, наверное, до понедельника. Пока!